Усиление фундаментов, реставрация фасадов с заменой оконных блоков, ремонт кровли, внутренняя отделка с обновлением дверей и полов, полное техническое переоснащение. Реконструкция Тюза заняла больше года и включила в себя элементы реставрации. Напомним, театр юного зрителя закрыли на ремонт еще в 2022 году. И вот сейчас он снова распахнул свои двери для новых и преданных поклонников. Мы категорически довольны нашим театром, в том, в каком состоянии он сейчас, потому что старейшее театральное здание Рязани, и не только Рязани, а театр, который входит в десятку старейших каменных театральных зданий Российской Федерации, наконец-то стало выглядеть так, как оно должно выглядеть. Это лицо нашего города, и это прекрасно. Артисты счастливы, артистам все удобно. Мне, как режиссеру, тоже все удобно. Посмотрим дальше, как будет в работе, но то, что сейчас, как говорится, возможностей творческих, сейчас пули не паханают. Особый акцент во время реконструкции сделали на сохранении акустики зала. Рязанский театр юного зрителя открыли в 1937 году, и изначально располагался он на пересечении улиц Свободы и Ленина. В годы Великой Отечественной войны Тюз показывал спектакли в здании эвакуированного театра драмы. С тех пор театр так и остался жить по адресу Соборная 16. В середине 50-х годов 20 века Тюз немного перестроили, но вот такой вот масштабной реконструкции за историю его существования еще не было, рассказывают сотрудники. У нас в театре раньше, 30 лет назад, работал круг. Потом 30 лет назад он по какой-то причине не работал. Ну, по какой причине мы знаем, это уже не стоит внимания. Главное, что он сейчас уже работает. Естественно, это большая радость для детского театра. Это очень важный поворотный круг, потому что мы для детей можем создавать особую реальность, опять же, свою театральную. Это обилие люков на поворотном круге, которые тоже дают возможность работать и из-под трюма, сцены. То есть, я еще раз говорю, творческих возможностей невероятное количество. Прокачали театр юного зрителя по национальному проекту «Культура». И в этом году в рамках этой программы в Рязанской области отремонтируют еще 10 объектов. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».